всем привет с вами Ольга Чернова моя огородная азбука сегодня 12 октября и вот как я уже говорила я все еще не посадила свой лук но многие интересуются как сделать грядку а найти видео не могут у меня на канале посмотрите прошлогоднее видео как я делаю грядку под лук под зимой всем привет с вами Ольга Чернова моя огородная азбука сегодня 30 сентября и я продолжаю разговаривать о посадке лука под зиму я вот не далее как позавчера здесь стояла у меня здесь рос перец и я говорила что я выбрала место для лука на будущий год именно здесь потому что это солнечное место я снимала видео выбираем место для посадки лука сегодняшняя тема как готовить грядку вот я сейчас готовлю грядку так как у меня вчера было день рождения я в качестве подарка сына заставила два часа поработать в огороде и он мне вскопал копала я не сама вскопал мне грядку но сейчас все остальное дальнейшее действие я расскажу почему именно рассказываю а не показываю потому что я уже говорила у нас стоит аномальная жара и мне садить еще нельзя у меня сегодня 22 градуса завтра будет 25 и если в такую жаркую теплую погоду я посажу лук сивок он буквально через три дня выскочит уже наружу появится перо и потом зимой он благополучно у меня замерзнет поэтому я уже говорила так определяем дату за три недели до заморозков а у нас это еще не скоро и когда установится стабильная погода 7 10 градусов я буду ждать еще две недели но так как я обещала рассказать и показать все я грядку все-таки делать начала я вот сейчас показал покажу как я перекопала что добавляю и завтра или послезавтра сделаю две-три бороздки просто экспериментальных чтобы показать вам на какую глубину сию я как прикапываю но всю грядку я садить не буду мне очень рано если у вас стоит теплая солнечная погода вот у нас аномальная жара вот откуда жара весь октябрь сейчас будет 19 20 градусов две недели по моему это для нас не это не правило не это не обычная погода и нам его вроде бы уже и не нужна конечно хорошо по сухому убрать все в огороде но вот лук под зиму садить рано я делаю грядку на солнечном месте рекомендуется шире одного метра не делать ну потому что посадки должны как проветриваться если сильно широкие грядки вроде считается что он не продувается лук очень боится сырости ему нужно чтобы почва была влажная в начале жизни чтобы был полив но чтобы как вам сказать чтобы было все одновременно что почва была влажная но чтобы посадки проветривались поэтому рекомендуется делать грядки не широкие, примерно 1 метр. Вот у меня так и получится. Тут у меня еще остатки перца валяются, которые не нужны. Вот будет дорожка, и потом я сделаю вот так вот колышки, поставлю здесь и здесь, помечу ровно 1 метр. И у меня тогда получится все расходы вот того, чего я добавляю, очень легко считать. Прошагнула метр, это будет 1 квадрат, шагнула еще метр, будет второй квадрат, чтобы добавлять удобрение и все. Сразу скажу, что удобрять грядку осенью нужно, но, как написано, что достаточно добавить золы. Не добавлять никакой суперфосфат, добавим золы и все. Но у меня в этом году случилась такая трагедия, что у родственников, которые из деревни Золу мне возили, сломалась машина, я осталась без золы. Я всегда говорила вам, что я не добавляю суперфосфат, но в этой осенью буду добавлять суперфосфат. Но если у вас есть зола, то можно заменить это удобрение золой. Вообще делается так, вскопала, и на 1 квадратный метр я добавляю пол ведра перегноя. Вот пол ведра, видите там шишка. Через метр еще пол ведра, там еще пол ведра. Мне все вчера сын в качестве повинности все это принес, и ведра здесь бросил, убежал. Боятся огорода как огня. Вот, перекопала, добавлю сейчас перегной, разровняю, ну добавила перегной, сейчас граблями разровняю. Естественно, что перед тем, как копать, убираем все растительные остатки, все корни многолетних сорняков обязательно, потому что они весной в первую очередь, они сейчас укоренятся, вылезут. Все очищаем, добавляем перегной, и если нет золы, то 1 или 2 столовых ложки суперфосфата на 1 квадратный метр. Равномерно, вот так вот это осеннее удобрение, вот так чуть-чуть равномерно, как посолить землю, чуть-чуть. Все. Потом я еще раз перекопаю вместе с суперфосфатом, с перегноем, или если у кого есть зола, вот, например, с золой. И все. После этого, когда граблями разровняем, будем маркировать. Я уже говорила, сделаем дорожки. Я делаю вот так вот поперечные, сделаем бороздки. Когда я сделаю, я приду, покажу бороздки на расстоянии 15-20 сантиметров, и разложу луковицы. Для примера покажу, как я раскладываю луковицу. Грядку делаем так же, как и для всех остальных культур. Ничего здесь такого нет. Просто нужно знать, что обязательно, если почва бедная, нужно добавить немножко перегноя, но не пересердствовать. И добавить или золы, или суперфосфата. Все. После того, как мы посадим, мы потом ее замульчируем, у кого холодный регион. Но укладывать мульчу можно только тоже с наступлением прохладной погоды. Не рекомендуют заранее мульчировать там, ну подпривание или что-то. Мульчируют и опилками, и листьями. Я уложу тот же самый перец, я уже говорила, который здесь рос, вот эти кусты. Это будет как бы снегозадержание. То есть в этих кустах перец, если будет, ой, снег, если будет падать, он будет здесь задерживаться, он не будет выметаться. И тут у меня будет хороший такой пышный сугроб, такое одеяло для моего лука. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Я показала вам, как я готовлю грядку для посева подзимого лука. Садить буду намного позже, но завтра или послезавтра я покажу вам, на какую глубину раскладываю и как укрываю перегноем. Все. Ничего сложного в посеве подзимого лука нет. У этого способа посадки именно в зиму очень много преимуществ. Лук хороший, сочный, раньше вызревает. Но главное, нужно точно высчитать дату посева. Я обо всем уже говорила и говорю, что если у вас жарко и тепло, не садите, не торопитесь. До свидания.